В общем, я заранее извиняюсь, я просто вне офиса. Если вдруг там будет какой-то шум или что-то такое, то, ну, в общем, могут быть небольшие неприятности. Надеюсь, что их не будет. Всем привет! Сегодня поговорим про чат-ботов. Давайте я сначала представлюсь, поскольку я не сотрудник софтеров. Меня зовут Наталья Адранчук. Я дотнет-разработчик компании Smart Business. Занимаюсь в основном направлением дотнета, когнитивных сервисов, оптимизацией и сейчас еще несколько направлений появляется. Также я студент-партнер в Майкрософте и изучаю компьютерные науки в Киево-Магеландской Академии. Начнем, собственно, с темы чат-ботов. Я бы хотела начать с каких-то концептуальных вещей. Я дам ссылочки, где это все можно почитать и познакомиться более детально. Собственно, почему чат-боты, как вы в Smart к этому пришли и вообще почему очень многие сейчас начали их запускать. Возможно, вы слышали то, что чат-боты называют новыми приложениями. Я с этим тоже отчасти согласна. Но нужно понимать, что в некоторых кейсах чат-боты могут заменять приложения, а в некоторых нет. Собственно, почему появилась такая идея? Потому что несколько лет назад было модно, классно делать приложения. Их было мало. Это было что-то новое для людей. Поэтому все там любили себе скачать что-то прикольное на смартфон. Со временем приложения научились делать все. И мы пришли к тому, что реально рынок перенасыщен. И чтобы человек скачал новое какое-то приложение, обычно нужно, либо чтобы это было какое-то реально важное для него приложение, либо нужно приложить массу усилий. А так, в основном, у всех какой-то стандартный набор. И сейчас набирают огромную популярность мессенджеры. Вот недавно количество пользователей перевалило за 2 миллиарда. И поэтому различные компании начали смотреть в эту сторону. Ну и плюс с чат-ботом общаться приятнее, чем с интерфейсом, потому что интерфейс это просто там бездушные какие-то кнопки. А чат-бот, даже если мы понимаем, что на той стороне экрана сидит не человек, все равно играет роль то, что вроде как это какой-то более персонализированный помощник, чем просто кнопки и чем просто приложение. Интерес бизнеса довольно очевиден. Если сравнивать чат-боты и приложения, и смотреть по деньгам, то, во-первых, разрабатывать дешевле, потому что вам не нужно думать про поддерживаемость на разных платформах. Об этом заботятся разработчики мессенджеров. А плюс не нужно разрабатывать UI, потому что UI это по сути, ну и весь фронтенд, это по сути то, что есть в мессенджерах. То есть на вашей части только логика. А дешевле продавать, потому что для того, то, что я уже упоминала, для того, чтобы человек скачал приложение, нужно потратить намного больше с точки зрения маркетинга, чем чтобы человек написал чат-боту в мессенджере, который у него уже есть. Ну и плюс запорчить тоже намного проще. Благодаря тому, что появляется, ну если новая версия выходит, то мессенджер заботится о том, чтобы она поддерживалась. Как определить, что нужен бот, а не приложение? Мне очень нравится, как Ларри Пейдж выбирает стартапов, которые инвестировать по принципу зубной щетки. Он говорит, что если это будет что-то, чем люди будут пользоваться два раза в день, и что будет делать их жизнь лучше, то тогда он дает деньги на стартап. Если нет, то не дает. В чат-ботах можно, в принципе, пойти от этого же, если нужен какой-то мега-специфический функционал, который нельзя в чат-бот поместить, потому что мы ограничены возможностями мессенджеров. И если нужно будет действительно часто пользоваться приложением, то тогда нужно делать его. Если нет, то лучше посмотреть в сторону чат-ботов и заниматься и развивать это направление. Где мы применяем ботов и где мы видим для этого реальные кейсы? Это, во-первых, сервисы. Это для различных, например, электронных очередей или записи на обслуживание, или на какие-то процедуры, на какие-то салоны и так далее. То есть это как дополнительная связь. Вам не нужно звонить, не нужно качать приложение. Один раз в полгода куда-то записаться можно через чат-бот. Саппорт – это то, что очень часто приводят как один из основных юзкейсов. Если есть служба поддержки, которая отвечает на одни и те же сообщения все время, то имеет смысл эти сообщения собрать где-то в хранилище и научить чат-бота на них отвечать. Таким образом уменьшается стоимость поддержки. А нескольких операторов оставить, чтобы чат-бот переключал в режим оператора, если не может найти ответ, или если человек какой-то специфический вопрос решает и хочет поговорить уже со специалистом. Боты внутри организации. Я чуть позже расскажу, как собственно мониторить людей внутри организации. Конкретно мы используем для отчетности чат-бот. Если не успела читаться, то можно через бота сделать. И используем для менеджмента виртуальных машин на Ажуре. Есть ряд виртуальных машин, которые нужно запускать для демонстрации, чтобы не идти каждый раз на портал. Мы делаем это с помощью чат-бота. И еще один, как говорится, последний по важности, это ритейл. Тоже начали запускать, во-первых, известные гиганты вроде H&M, но довольно давно чат-ботов. Сейчас ритейл тоже смотрит в эту сторону. Это какие-то персонализированные рекомендации. И плюс это повышает заинтересованность клиента, потому что он там какие-то кнопки нажимает, что-то пишет, ведет какой-то диалог. Это намного эффективнее работает, чем холодные рассылки, например. И если вы следите за новостями чат-ботов, то вы знаете, что очень многие большие компании имеют свои платформы. У Google своя, у Facebook своя, плюс различные небольшие компании делают свои решения. Ну и естественно было, что Microsoft тоже не остался в стороне и выпустил свой бот-фреймворк. Бот-фреймворк мы начали использовать, когда он был в третьей версии, сейчас уже вышла четвертая, и дальше мы будем немножко про нее говорить. Что такое, собственно, бот-фреймворк, чем он является в Microsoft? Какая бы ни была архитектура, в основе всего лежит апп-сервис, веб-ап. И за счет этого получается, что можно строить очень сложные архитектурные схемы, потому что все, что можно подключить к веб-апу, можно, по сути, подключить к чат-боту. Что собой являет решение Microsoft? И в чем основная идея? Основная идея в том, что код один, а мессенджеров поддерживается много. Получается, что у вас есть апп-сервис, который умеет обрабатывать сообщения. Есть бот-сервис, это, в общем, это черная коробка, которая умеет заиграть сообщения, которые приходят с апп-сервиса и преобразовывать их в формат, который нужен каждому из мессенджеров. То есть вы со своей стороны работаете только с апп-сервисом, а вот эти каналы, которые поддерживают бот-приморки, их настраиваете на Ажуре в зависимости от того, к какому каналу нужен client ID, client secret, к какому нужен только какой-то идентификатор и так далее. То есть к коду каналы не имеют никакого отношения абсолютно. Ап-сервис можно, в принципе, поднимать не обязательно на Ажуре, можно хостить его где угодно. А вот эту черную коробку нужно обязательно регистрировать на Ажуре. Эти каналы, которые сейчас в презентации, это не все. Есть еще Facebook Messenger, есть из таких более-менее популярных Teams и есть Skype для бизнеса тоже. Ну и плюс этот список постоянно расширяется. И в чем еще прелесть бот-приморка? В том, что там есть additional channels, есть веб-чат, а есть еще канал, который называется DirectPlan. И DirectPlan позволяет связывать вот вашего чат-бота с абсолютно любым мессенджером. Это может быть даже какой-то самописный аналог. И с помощью DirectPlan можно связать с браузерами, с мессенджерами, которые на данном этапе из коробки не поддерживаются. Например, с тем же Viber, поскольку у него есть свой API для чат-ботов, можно связать с помощью DirectPlan с бот-приморком и будет поддерживаться еще один канал. Но, естественно, что DirectPlan отдельно тарифицируется. По четвертой версии бот-приморка. Третья поддерживала SDK только для .NET и для ноды. В четвертой версии добавились еще Python и Java. И плюс есть еще REST API, то есть можно на чем-то вон, в принципе, писать. И connected to REST, но удобнее через SDK работать однозначно. Четвертая версия работает, в отличие от третьей, работает с .NET Core. Это значит, что доступны все плюшки .NET Core, такие как DI, такие как Middleware. Про Middleware мы чуть позже поговорим детально. Как строится, что является собой, собственно, бот-фреймворк? Бот-фреймворк — это набор тех интерфейсов, которые, в принципе, если начинать разрабатывать какой-то коннектор к API, более-менее удобный, то эти классы все равно бы все реализовывали. То есть все построено на диалогах и на переходах между диалогами. Как строятся переходы между диалогами? Если мы говорим про какой-то веб-сайт, то у нас есть главный экран. Мы на него переходим. Хотим сделать какой-то заказ. Открываем окошко заказа. Оно сейчас становится главным. Для того, чтобы сделать заказ, мы открываем окошко поиска продуктов. И сейчас становится главным оно. По очереди закрываем. Возвращаемся к main. Бот тоже работает по принципу стэка. У нас есть root-дайлог, на который все приходит. Потом root-дайлог сейчас это так не называется. Ну и все равно есть диалог, с которого начинается разговор. Каждый следующий диалог, который мы открываем, он кладется наверху стэка. Когда мы с ним закончили, возвращаемся к контексту предыдущего. Для диалогов реализованы ряд уже сценариев, чтобы не нужно было вести по очереди. Промпт — это диалоги, которые построены на вопросах. Это типа нужно получить от человека, например, его номер карточки. Это там текстовое поле. Вы создаете диалог такого типа. И он задает человеку вопрос и возвращает вам ответ. Можно комбинировать промпты. Если нужно собрать какие-то данные по форме, то можно забирать вкладыши, можно спрашивать какие-то, давать какие-то кнопки на выбор. То есть комбинации, по сути, это провести по форме. Они все могут складываться в waterfall. И таким образом вы проводите человека по тому сценарию, который вам нужно получить. Я ранее упоминала, что очень полезно использовать middleware. Во-первых, для чего можно использовать? Можно использовать для логирования сообщений, если вы хотите их куда-то сохранять. Плюс можно использовать, очень часто, когда мы пытаемся продумывать сценарии диалогов, мы думаем, что человек будет идти вот по тому самому дереву, которое мы себе нарисовали. Но часто у человека появляется вопрос в ходе контекста. Часто там ему что-то непонятно. Поэтому всегда нужно продумывать, что может прерваться беседа, и нужно это как-то корректно отработать. Как один из вариантов, это сделать middleware, который будет либо подключаться к какому-то анализатору естественной речи, либо хотя бы по ключевым словам каждое сообщение пропускать через обработчик. И если оно там, это какой-то тот же help, то оно будет вырывать из контекста диалога и отвечать тогда на это сообщение. Но единственное, о чем нужно помнить, это то, что если вы подключаете сюда анализатор естественной речи, то если там вызовы за сообщение, то получается довольно-таки дорого, потому что он дергается каждый раз, когда нужно и когда не нужно. Еще одна полезная вещь. Есть встроенные из коробки middleware для локализации чат-ботов. Получается, что там практически одной строчкой можно зарегистрировать на Ажуре Bing Translator API, получить ключ и научить бота отвечать на языке пользователя. Можно включить-выключить эту опцию. Можно, чтобы вот просто понимал на языке пользователя, отвечал, как вы ему скажете, а можно, чтобы он через Bing переводил фразу и отвечал вот сразу на том языке, на котором пришло сообщение. Ну вот, собственно, как это выглядит. По Ажуру. В Ажуре есть масса полезных компонентов, которыми можно дополнить чат-бота. Первый из них это такой довольно обязательный компонент, необязательный и рекомендуемый. Если вы, во-первых, вместе с сообщением передается еще ряд данных про состояние диалога, про пользователя и так далее. И плюс, чаще всего нужно реализовывать юзер-стейты. Например, это чат-бот для заказа каких-то товаров, и человек выбирает себе в корзину, что-то складывает. Вот эта корзина, она будет как раз реализована в виде стейта, и эти все данные нужно где-то хранить. Можно хранить и в мемори для тестирования, но для продакшена рекомендуется брать какой-то сторидж. Самое стандартное, самое наиболее популярное, это взять себе Azure Storage, его подключить и записывать туда. Но не обязательно сторидж, можно взять базу, можно взять вообще любого дата-провайдера, не обязательно с Ажура. Но со сториджем очень удобно. Следующая такая больная тема – это авторизация. У мессенджеров политика работает так. Так, вам бот-фреймворк отдает из идентификаторов пользователя, отдает из какого канала он пришел. Ну это в Facebook мессенджер, Telegram или какой-то другой. Отдает идентификатор в пределах этого мессенджера уникальный и отдает имя пользователя. Телефонный номер он вам не возвращает, разве что человек может им сам поделиться. И получается, что проверить, кто это действительно пишет, ну практически невозможно, если у вас нет юзернейма или идентификаторов с мессенджера в какой-то базе. И мы сталкивались с тем, что нужно было либо прикручивать какие-то кастомные сценарии, либо, ну вот, например, с Request Selfie это сценарий для ритейла подойдет, если вам, в принципе, если вы не передаете никакую секьюрную информацию, которая относится непосредственно к этому человеку. А если мы говорим про какие-то интерпрайз-системы, где вы отдаете человеку его персональные данные, то нужно позаботиться, чтобы они были хорошо защищены. В WebBot Framework это можно сделать, если мы говорим про интерпрайз-сегмент, про то, что у вас, например, есть Azure внутри организации, есть Azure Active Directory настроенная, то можно очень легко и быстро подключить авторизацию через Active Directory. Со стороны пользователя выглядит следующим образом. Он пишет что-то сейчас в боту, мы видим, что он не авторизирован. Пишем, выдаем ему кнопку авторизации, это все тоже из коробки, мы даже эти карточки не создаем сами. Его перебрасывают на страницу входа вне мессенджера, он вводит там свои данные учетки, ему отдается числовой токен, человек вставляет его обратно в мессенджер, и мы уже можем быть уверены, что это именно он. Ну и плюс можно подключать других провайдеров, ауз-провайдеров, то есть можно там через соцсети, можно через какие-то свои собственные провайдеры таким образом авторизировать. Плюс можно использовать веб-джобы, можно использовать Azure Functions, это для каких-то периодических операций. Например, BotFremwork позволяет отправлять проактивные сообщения, и можно там по какому-то условию периодически проходиться по базе пользователей и там отправлять им сообщения. Еще один такой момент, с которым мы столкнулись, это конструктор чат-ботов. Если вы смотрели на другие аналоги от других компаний, у всех практически одинаково это выглядит. Есть какой-то визуальный редактор в виде дерева, чаще всего подключен тоже анализатор речи, и вы везете по такому альтернативному маршруту, если человек написал привет, ответь привет, если там что-то другое переспроси и так далее. И клиентов, как правило, пугает то, что нет визуального конструктора, и нужно писать каждый раз разработчикам для того, чтобы добавить какой-то даже примитивный сценарий или какое-то простое переключение. В одной из презентаций Microsoft несколько лет назад, в прошлогодний, мы нашли пример того, как будет выглядеть конструктор от Microsoft, и очень надеемся, что он выйдет в какое-то ближайшее время. Пока что мы используем... А, ну, собственно, вы оказываетесь в примерно такой ситуации, потому что клиент хочет конструктор, а ваш бизнес-аналитик, например, говорит, что делать конструктор дорого, и если Microsoft выпустит, то он вообще потеряет любую ценность, потому что это будет, по сути, обертка над бот-фрейморком. Из того, что можно сейчас использовать, это так себе альтернатива, потому что придется обучать все равно клиента, пользоваться Logic Apps, ну, а как вариант, можно их использовать, потому что Logic Apps – это граффитический редактор, который на портале Ажура доступен. У него есть очень-очень много коннекторов к разным системам, к соцсетям, к CRM, к SAP, к разным уже платным реализациям бота, можно к ним и по CTP тоже обращаться. То есть, если можно, можно, естественно, речь сюда подключить, получается, что, ну, таким образом, как-то можно решить проблему с конструктором, пока не вышел какой-то более удобный вариант. Ну, и невозможно говорить про чат-ботов и не рассказать про когнитивные сервисы. Microsoft есть целый пакет, самый первый и самый такой наиболее часто используемый – это Lewis. Lewis работает над следующими задачами. Вам приходит фраза. Что имеет Lewis? Lewis умеет, во-первых, определять намерение пользователя, так называемый интент. Интенты вы должны заранее продумать в зависимости от предметной области бота. Например, если это там бот магазина, то человек, наверное, там захочет спросить ближайший магазин, захочет там спросить что-то по ассортименту и так далее. Ну, то есть эти намерения вы определяете сами на этапе проектировки, заносите их на портале через графический интерфейс и продумываете фразы, которые будут идентифицировать этот интент. Типа там, если это интент «покажи ближайший магазин», то человек может написать там «а где ближайший магазин», «покажи мне магазин» ну или что-то такое. То есть вы выводите эти фразы, которые относятся к этому намерению и тренируете тоже на портале. И получаете эту модель. Также Луис умеет определять «entities». «Entities» — это, например, но вот на этом скриншоте в букме «Flight Talk Game» он определяет, куда, например, нужно забронировать билеты. Одну секунду сейчас. Ага, да. Куда можно забронировать билеты. То есть это тоже определяется на этапе проектировки. Вы должны определить, какую ключевую информацию можно будет вытягивать с фразы. И плюс вместе с результатом, к какому интенту это относится, Луис возвращает спор. Это то, насколько он уверен в своем решении. Можно, например, задавать, что если там уверенность меньше 50%, то переспроси или скажи, что ты умеешь распознавать. Вот пример, который можно покликать на сайте Майкрософта. Это примеры интентов. Например, включи все лампочки, включи левую, включи правую, включи таким-то цветом. То есть это все настраивается, это все на портале можно оттестировать. И плюс, если Луис не смог к какому-то интенту отнести, он это положит тоже на портале в отдельное место. И можно будет, чтобы оператор позже зашел и сказал, что вот там эту фразу отнеси к такому, интенту эту к такому, а для этого у нас там вообще нету готового. Мы добавим в следующей версии, ну или подумаем, как это корректно обрабатывать. Есть еще один API. Ну да, текст аналитикс это определение, ну да, во-первых, он вытягивает ключевые фразы, понимает, что это за язык. То же самое можно сделать через Bing Translator. Ну и он понимает, сентимент это от 0 до 1 или от 0 до 100% это позитивное сообщение. Максимально позитивное сообщение это 100%, негативное это 0%. Для чего использовать? Например, для получения фидбэка. Если вы недавно продали что-то человеку и хотите узнать, понравилось ему или нет, то можно там пройтись по базе и написать этим людям, которые недавно совершали покупки. И если у человека негативный фидбэк, то либо сохранить это куда-то в серой МИ дальше с этим работать, либо сразу перевести на оператора скидку какую-то предложить, чтобы клиент остался доволен. Ну и плюс сентимент-анализ включили в Louis, и можно в Louis включить на портале, чтобы возвращался еще и сентимент. Есть еще такая наработка, называется персоналити-чат. Даже если вы закладываете на этапе проектировки, что с вашим чат-ботом, что он не будет понимать, например, какие-то интенты, вы не уберете в Louis, вы хотите только по кнопкам взаимодействовать, люди все равно будут писать сообщения, и хорошо бы как-то их адекватно обрабатывать. В чем плюс персоналити-чата? Это в том, что в нем уже зашиты обученные намерения на такие популярные какие-то вопросы, на приветствия и так далее. И есть три режима, это Professional, Friendly и Humorous. В зависимости от контекста можно выбрать конфигурацию. Есть еще одна интересная наработка, но она сейчас не в превью, она сейчас еще только в экспериментальной разработке. Что в суть? Conversation Learner – это продукт, который позволяет не хардкодить диалоги. То есть сейчас вы четко прорисовываете дерево, там подсоединяете какой-то власть, но все равно у вас есть маршрут, по которому нужно провести человека. А Conversation Learner, он должен сам определять, каким образом построить диалог, и он учится на диалогах с клиентом, когда вы уже, например, запустили четвертый год. Надеемся, что все получится, и он выйдет хотя бы в превью, и можно будет как-то хотя бы на экспериментальных пробовать. С чем мы столкнулись, если мы говорим про русский, украинский язык, вообще про наш рынок, это с тем, что MLP работает хорошо на английском. Когда мы начинаем, клиенты хотят русский, для русского еще можно что-то найти, для украинского вообще очень сложно, для каких диалектов, для суржика найти, готового решения вообще нет никакого. Мы пошли по пути, посмотрим, что умеют готовое когнитивное, и если это нас не удовлетворит, то будем уже что-то думать. Естественно, мы попробовали учить Луис на русском, украинском. Работает по, например, вычленению ключевых фраз, то есть по ключевым словам он может понять, каким образом смапить к какому интенту. И если мы, например, тут задали, что мы обучили его на спасибо, то спасибо он отнесет правильно. Если мы говорим про общекоренные, то с этим уже будут проблемы, он будет плохой перформанс, и он так сильно будет срабатывать. Потом мы подумали, что если с русским и украинским не работают, то может сработать с переводчиком. Мы подключили Bing и столкнулись с тем, что, например, если у нас есть интент-карточка, и человек напишет «покажи карточку», то нужно продумывать, что Bing может перевести не так, как вы думаете, и обучать на всех возможных вариантах. В вариантах получается каша, плюс если человек опечатался, то есть еще один API, называется «спеллчек», который исправляет опечатки, и который, опять же, с украинским, русским, не знаю насчет русского на 100% с украинским точно работать не будет. То есть если человек опечатался, Bing неправильно перевел, неправильно нашли, в результате покупает перформанс, и получилось еще более дорого, потому что нужно было мало того, что платить за лу, и сплатить еще и за переводчик. Мы начали, естественно, искать какие-то еще решения, и появился Q&A Maker. И на Q&A Maker мы надеялись переложить часть своего ресерча. Q&A Maker – это система, которая позволяет сделать чат-бота, умеющего отвечать на типичные вопросы. То есть тот кейс с саппортом, например, у вас есть база вопросов, или можно их с Excel-ки спарсить прямо на сайте CSV-файла, можно отдать ссылку на страницу с часто задаваемыми вопросами, если она есть, и чаще всего, если там нормальная разметка, то она ее тоже подтянет. И тоже на портале можно обучить, редактировать, чтобы редактировать модель, которая сможет отвечать на типичные вопросы. Плюс сюда интегрирован чат-чат, это то, что мы смотрели раньше, это Q&A Maker умеет отвечать на типичные вопросы точно так же, можно подключить опять же в одном из трех решений. И мы подумали, что возможно, это действительно вам пригодится, его реально легко использовать, не нужно писать никаких своих решений, чтобы хотя бы для этого кейса отдать клиенту. Очень просто интегрировать с бот-приморком, что в Луис, что в Q&A Maker. Я дам ссылочки на эти материалы. И клиент сможет очень легко добавлять новые вопросы, если они появились, и смотреть, какие вопросы, в принципе, пользователи задают. Они позиционировали себя как независимые от языка, но при этом звучало, что можно на любом языке, но тестировали мы на английском, на английском точно работает. На английском действительно работает, на русском, украинском работает не настолько хорошо, не настолько хорошо, как нам хотелось бы, поэтому плюс чат работает только на английском. Это сценарий, который подходит для того, чтобы показать демо, который подходит для того, чтобы, в принципе, на какие-то простые вопросы отвечать, но на сложных сценариях мы пришли к тому, что все равно приходится обучать свою модель и используем для машинного обучения инструменты Ажура, но динтокрин и мейкфер используем не везде. Плюс еще одно направление, которое сейчас начинает развиваться, это голосовые чат-боты. Во-первых, бот-примворк интегрирован еще из картанок. Во-вторых, у Майкерсофта тоже есть ряд инструментов, которые позволяют переводить голос в текст и обратно. Ну, то есть это направление, которое сейчас еще не супер зашло, но в будущем мы думаем, что оно очень перспективное. Плюс можно с другими сервисами интегрировать, например, можно делать более гибкий поиск с помощью Search, можно подключать AutoSuggest, можно брать даже другие какие-то когнитивные сервисы типа FaceApp, и как-то взаимодействовать с перстеньками. Сейчас, одну секунду, одну секунду, извиняюсь. Да, извините. Вот, идем дальше. Ну, то есть можно подключать все, что угодно, что подойдет по контексту чат-бота, особенно если это какие-то более ритейловые вещи. Идем дальше. Есть еще ряд инструментов, которые помогут начать с чат-ботом работу более быстро и более удобно. Первое – это эмулятор. Эмулятор, если кто-то пробовал писать чат-ботов, то, скорее всего, вы с ним знакомы. Он еще обновился с выходом четвертой версии. Это десктопное приложение, которое позволяет сразу дебажить вашего чат-бота. Вы тут видите, можно увидеть джейсончик, который передается вместе с сообщением. Можно смотреть, что вернул Луис, что вернул Q&A. Он сюда подключен. Очень удобно тестировать локально. 100% нужен. Еще одна полезная вещь – это инспектор канала. поскольку бот-фриворк, основная идея в том, что код один, а каналов много, очень полезно знать, как визуальные элементы выглядят в других каналах, в различных мессенджерах, потому что карточки, например, текст везде отображается, понятно, практически одинаково, но карточки отображаются везде по-разному. И есть еще ряд элементов, которые либо в превью, например, автоседжест, которые могут работать не везде, или которые могут вас не устраивать в других мессенджерах. Тут можно не тестировать, не публиковать сразу везде, можно посмотреть, как это будет выглядеть и решить, нужен вам тот или иной элемент или нет. Плюс четвертый бот-фриворк, он вышел с вариантом консольных приложений, которые упрощают, ну, например, диспатч, это для того, чтобы соединить несколько моделей Луиса и несколько Q&A сервисов. В общем, если использовать, если у вас, например, англоязычный клиент, то если использовать Q&A Maker и Луис, то это очень удобно. Также по поводу того, что стоит делать и чего делать не нужно, во-первых, нужно быть очень осторожным с NLP, потому что это только кажется, что можно предугадать все варианты, которые человек напишет, там все интенты, обучить, да обучить, и все будет работать отлично, но NLP нужно подключать, то есть только если есть реальные кейсы, а не просто потому, что там есть Луис и было бы интересно. И даже если подключаете анализатор речи, то очень плохая идея это ставить его в главный диалог, потому что, ну, во-первых, нужно либо рассказать человеку, что умеет chatbot, либо начать с меню, а дальше подключать больше, потому что, когда происходит первое взаимодействие с ботом, непонятно, что ему писать, и таким образом вы теряете довольно большую часть аудитории, которая могла бы быть полезной, которая могла бы с ней взаимодействовать. То есть chatbot, им нужно стараться, амбициозные цели, это прекрасно, но если мы говорим про какие-то клиентские заказы, или про, например, каких-то сервисных ботов, то их не нужно делать максимально умными, их нужно делать настолько умными, насколько требуется. То есть нужно думать над тем, нужен MLP, или достаточно, например, меню. В общем, это очень мощный инструмент, но если его делать плохо, то... Сейчас перешагирую. Очень мощный инструмент, но если его плохо внедрить, если плохо обучить модель, то лучше бы не было MLP вообще, чем есть, но не понимают пользователя. Плюс нужно же напомнить, что построение ботов – это итеративность, и нельзя планировать его на один этап, нельзя планировать так, что вы нарисовали, проанализировали модель, нарисовали идею, все обучили, обликовали, и все как бы классно работает. Тебе там нужно прогнать несколько итераций, посмотреть, пособирать, что пишут люди, и поменять логизаторы, то, да, обучение в зависимости от реальных применений, а не того, что запланировали на этапе проектировки. Еще один важный момент – это то, что, поскольку бот-фреймворк заточен под то, чтобы одинаково хорошо работать везде, есть элементы, которые поддерживаются только в некоторых каналах, и если вы работаете с этими каналами, то хорошо бы знать эти элементы и использовать, ну, например, если вы работаете вот со Skype Business или с Teams, то тут есть поддержка адаптивных карточек, это специальные формочки, которые грузятся с JSON-файла, и которые являются с собой такие карточки с возможностью ввода. То есть вы можете сюда добавить дропдауны, можете добавить инпуты, можете еще какие-то элементы уперсонализировать, и таким образом не нужно там будет спрашивать, например, как в вот этой формочке, нужно было бы задавать три вопроса, делать три промпта, можно сделать это одной карточкой, и плюс их можно, например, отправлять на почту с использованием аутблока. Для адаптивных карточек, полезных, тут можно сгенерировать свою карточку и сохранить ее в JSON, то есть вы можете прямо с визуальных блоков себе построить так, как вы хотите, чтобы она выглядела, и сохранить этот JSON-файл, добавить его в проект и подтягивать уже непосредственно с JSON. И из таких вещей, которые также нужно помнить, как вопрос у NLP, про то, что люди не всегда функционируют так, как бы нам того хотелось, люди иногда делают какие-то случайные вещи, и по тому сценарию, который вы запланируете в самом начале, ну, практически на 100% человек не пойдет. Поэтому нужно перехватывать как можно большее количество непредвиденных ситуаций, типа того, что человек прервал диалог, что он начал в другом контексте что-то говорить, и дать ему максимально удобную навигацию, например, чтобы он мог вернуться в корневой диалог, если он передумал. Ну, в общем, всегда нужно продумывать сценарии, когда что-то пошло не так, при том максимально на каждом. Я оставляю ссылочки на полезные материалы. Первое — это документация с вами Microsoft. Она довольно неплохо написана. На дотнейте на ноде точно есть. Я думаю, что на Пайтоне и на Java позже либо добавили, либо добавят в ближайшем будущем. Следующая ссылка — это ссылка на канал на серию гайдов по четвертому бот-триморку. Очень быстрые, очень короткие видео. По-моему, их там около 12, буквально по 10 минут. Есть еще курс на флюрал-сайте, но он не обновился до четвертой версии. То есть, если нужно быстро въехать в чат-ботов и в четвертую версию конкретно, то этот курс очень поможет. Следующая ссылка — это ссылка на луис-портал, где можно потренировать свои модели. Еще одна ссылка — это также Q&A Maker, но для использования нужна будет ажур-подписка. И следующая — это инспектор по каналам и конструктор адаптивных карточек. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. и желаю научиться делать умных ботов. Если есть какие-то вопросы, то осталось еще пару минут, я могу ответить. Можно вопрос первый? Да. По стоимости, сколько это вообще стоит создать такого средненького бота? И за какие сервисы стоит платить? Ну, вообще, как это все происходит? Да, спасибо за вопрос. Отвечаю. В общем, есть вообще бесплатный план до 10 тысяч сообщений, а есть для всех поддерживаемых каналов. Если вы хотите еще какие-то кастомные с веб-чатом, с дарик-планом и с прочим, то там для них нужно отдельно доплачивать. Я бы советовала брать для начала фришный, его там для простых чат-ботов вполне достаточно. По нагрузке на апп-сервис, там смотрите отдельно, но если чат-бот простой, то тоже там берите какой-то S1, например. Ну, или если вы хостите не на Ажуре, то апп-сервис можно, в принципе, смотреть самостоятельно. И я бы не рекомендовала набирать когнитивных на первые версии, я бы рекомендовала начинать вот с карточек и с прочих, а подключать вот вуи с IQNA-мейкер очень дорогой, и я бы рекомендовала начинать все-таки без них, а потом смотреть по контексту, если они вам нужны. Ну, то есть начинать с самых базовых подписок, их достаточно для простых чат-ботов. Ну, и сторож, но сторож довольно дешевая штука. У меня есть еще вопросы. Спасибо за презентацию, весьма познавательная, и чат-боты, это, в принципе, тема очень перспективная, да, и хайплый немножко. Ну, вопрос по поводу стоимости разработки. Вот там на первых слайдах у вас было сравнение, что чат-боты дешевле, чем разрабатывать обычный классический UI. Но потом же в презентации оказывается, что все равно разрабатывать этот диалоговый интерфейс, по сути, это дело такое сложное, в принципе, схематический анализ дело сложное, особенно, когда речь идет не об английском языке, для которого уже много всего наработано, а там русский, украинский и прочее, прочее. есть ли какие-то более-менее серьезные статьи к сравнению между разработкой какой-нибудь приложения с классическим UI и его аналогом на чат-боте, то есть кто-нибудь проводил такие исследования, сравнивал, насколько действительно выходит, насколько действительно дороже или дешевле выходит разработка чат-бота? Я встречала статью с примерами того, сколько стоит продать, сколько стоит маркетинг для того, чтобы заставить человека скачать приложение либо обратиться к уже существующему, поэтому были какие-то определенные в различных статьях, у меня нету сейчас сохраненных, чтобы я вам прямо сейчас скинула, но я могу поискать у себя сохраненных и если что будет, то давайте я вам спрошу. А можно как-то оставить контакт? Спасибо. Чтобы я могла ответить. Там все видео выкладываются на канале Песня про Ютубе. В принципе, думаю, было бы классно туда также ссылочки подобавлять. Хорошо. Я тогда попросу скинусь мне ссылку и я что-то в комментариях. Спасибо. Еще такой вопрос по поводу надежности интерфейса. Если классическое приложение и пользователь укладывает на кнопочку, он знает, что вот эта кнопочка сделает что-то. Если приложение хорошо протестировано, хороший контроль качества и прочее, то он знает, что вот эта кнопочка делает определенный функционал. По поводу чатбутов, я так понимаю, с этим не все так просто. То есть, если пользователь обратится не в стандартную, какое-то слово заменит или обещает, то может столкнуться с тем, что бот его неправильно поймет. Да, ну да. Есть те же кнопочки для чатботов тоже. На карточке можно тоже вешать кнопки, можно их по отдельности. Там есть несколько типов этих кнопок. Там кнопка, которая для авторизации, которая переводит на ссылку вне браузера. И есть такой тип, называется постбэк. Это значит, что когда человек, ну вы можете, например, повесить какое-то значение на кнопку, и когда человек на нее нажмет, вы поймете, что он нажал конкретно на эту кнопку с таким-то идентификатором. Ну то есть, это более примитивно, чем в приложениях, но интерфейс взаимодействия по кнопкам, он тоже есть. А, ну это типа формочки, которые на запросы пользователя выплывают, да, такие с возможностями выбора. Да, ну вот, например, в Телеграме можно свою клавиатуру, переопределять, в других там можно просто кнопки отправить. Ну то есть, это не адаптивные карточки, это просто кнопки. Ну понятно. Хорошо, спасибо вам за ответы. Спасибо.